Вы видите эту картину. Вот эта картинка самая обидная, что я видел за последнее время. Вы знаете почему? Потому что она обманка. Не существует накопителя EPS RPP 3480 на 2 терабайта. Только терабайтник. Только терабайтник, который у меня сегодня на обзоре. Ну, не единственный терабайтник, который вообще существует в мире. Но это максимум, который я смог достать вот. Вот-вот-вот. И как раз бы, ну зачем мне 2 терабайта вообще нужны? А сейчас расскажу. Моей задачей было переехать со своего хорошего и надежного PCI-Express 3.0 накопителя на 256 гигов. И да, для рядового юзера даже SSD на 128 гиг вполне бы подошел. Я понимаю почему, и это все нормально. Но как только вы начинаете работать с Adobe Creative Suite, становится очень быстро и очень грустно. И даже 256 гиг у системного накопителя часто забиваются под ноль. А если что, SSD очень-очень-очень-очень-очень не рекомендуется забивать под ноль. Это очень сильно ускоряет поршу накопителя. Как минимум, убивая возможность использовать определенное пустое место как запасное. На случай умирания отдельных ячеек памяти. А я запросил у E-Pacer 2 терабайтный накопитель. И не обычный, а полупромышленный под нас хранилища. Да, E-Pacer PP3480 на терабайт является по сути более дорогой и менее быстрой, как ни странно, версии того же AS2080P4. Контроллер тот же, Phyzen E13. Кэша нет, есть поддержка хост-мемори-баффер. Чипы памяти TA75G65AWV 4 по 256 гигабайт. Они практически аналогичны чипам DEA7PG65AWV, которые стоят в AS2080P4. Скорости, сами видите, варьируются от адекватных и даже крутых до абсолютно американских горок. От 3 гигабайт при заявленных 2,5 до абсолютной дичи на рандоме. Я, если честно, не помню, чтобы когда-то такие скорости еще видел. И скажу, не кривя душой, зрелище очень прикольное, хоть и очень странное. А вот нагрев меня удивил сильнее. Поначалу я вообще обалдел, когда в FyzenF Disk Mark SSD-шник накопился до 73 градусов Цезия. При норме работы в 70. И это под моим громадным радиатором на ASRock X570 Extreme 4 с активным охлаждением. В стресс-тесте AIDA64 я вообще одурел, потому что нагрев был до 81 градуса. При норме в 70, я напоминаю. Но выяснилось, что радиатор попросту неплотно прилегал к накопителю из-за зажатого между накопителем и радиатором кабеля подсветки. После повторной проверки температуры вышли к пиковым 52 вместо 70 и больше. Да, без хотя бы пассивного охлада я бы PP3480 использовать не стал, но это вполне норма для NVMe накопителей. Но вот встает вопрос, а зачем вообще брать-просить такие диски под систему, настолько беспонтовые и невыразительные? Ответ прост. Надежность. Накопители такого класса рассчитываются на повышенную выносливость, на круглосуточное использование в сетевых собственнохранилищах. И работа в обычном ПК для них это как на курорте отдых. Всегда, конечно, есть шанс, что сгорит, допустим, контроллер, но от этого даже самые дорогие диски не застрахованы. Кстати, почему никто до сих пор не создал SSD-шник с двумя контроллерами? Было бы круто, согласитесь? Суть в том, что у PP3480 на 1 ТБ показатели TWB и MTBF составляют 2 тысячи и полтора миллиона соответственно. Гарантия ограниченная 5 лет. И это по сути все. Мне еще заслали свеженькие IS350X и PPSS80, которые я тоже обозрею, не переживайте. И ссылочки по мере их появления будут в описании под видео. Суть в том, что я в любой день предпочту серверный накопитель, NAS-накопитель, любому суперновому и супербыстрому на PCI-Express 4.0. И будь у меня в руках PP3480 на 2 ТБ, я бы переехал на него как на системный хоть сегодня. Но и ТБ неплох. Рекомендую. И на этом у меня все. А в комментариях напишите, ждете ли поддержку новых PCI-Express 4.0 у Intel. И будете ли переходить на эти сверхбыстрые накопители, когда будет возможность. Разумеется, выражаю благодарность магазину Мебелек за пристальное помещение для съемки. Ссылочка будет в описании. Под видео заходите, смотрите. С вас, как обычно, лайк, подписка и нажимайте на колокольчик, чтобы ни за что не пропустить наши следующие видео. Это здорово помогает нам развиваться и делать новый контент. С вами был Денис Зайченко и канал RootNation. Всем пока.